Некачественные услуги или товары. Число обращений от жителей региона в Департамент торговли и защиты прав потребителей выросло. В основном жалобы поступают по вопросам розничной и электронной торговли, бытовых услуг и общественного питания. Об этом на аппаратном совещании сообщил руководитель ведомства Мурзахан Ерканов. Как в регионе соблюдают законы защиты прав потребителей, расскажет Айдана Папанина. В прошлом году в Департамент торговли и защиты прав потребителей обратилось более полутора тысяч человек. По сравнению с 2020 годом жалоб стало больше в несколько раз. Жители области чаще всего остаются недовольны услугами парикмахерских и косметологических салонов, изготовлением и ремонтом мебели. Жалуются на деятельность некоторых СТО и фирм, что занимаются установкой пластиковых окон. Есть факты, когда потребители покупают товар, качество которого оставляет желать лучшего. Девушка заказала себе платье. После получения товара выяснилось, что она не подходит ей по размеру. Согласно статье 14 закона о защите прав потребителей, она имеет право вернуть данный товар с соблюдением установленных законом условий в течение 14 календарных дней. Однако продавец отказал вернуть данные деньги, свой аккаунт заблокировал. При разбирательстве выяснилось отсутствие у потребителя каких-либо данных о продавце. То есть ФИО, наименование, адрес местонахождения, номер телефона, подтверждение о регистрации в налоговых органах отсутствовали. На основании обращений потребителей проводятся внеплановые проверки субъектов бизнеса. Так, за 2021 год проведено 4 проверки с наложением административного штрафа в сумме 72,9 тысяч тенге. В 2022 году проведено 8 внеплановых проверок и наложено административных штрафов на сумму 428,8 тысяч тенге. Только за последние 5 месяцев в департамент обратилось 8 человек, которые приобрели некие массажные накидки. Стоимость товара от 300 тысяч до 1 миллиона тенге. Чтобы оформить дорогостоящую покупку, жители региона брали кредит. На уловки мошенников попадали в большинстве случаев пенсионеры. Так, гражданка У заключила договор 100 ляза на приобретение массажной накидки стоимостью 366 тысяч тенге в кредит. При обращении к продавцу о возврате в день товара ей было отказано. Аналогичная ситуация у гражданки У, которая оформила кредит на сумму 990 тысяч тенге. Сто СМ-стори. Как правило, фирмы зарегистрированы в городе Алматы и арендуют помещения в гостиницах и ресторанах в центральной части города и крупных населенных пунктов. Проводят обзвон клиентов и направляют смс-приглашения от имени различных компаний. На презентацию якобы эксклюзивного товара для здоровья. Контактные данные предпринимателя по закону должны быть размещены на видном месте, чтобы потребитель знал, кому обращаться в случае, если не устроило качество товара или услуги. Кроме того, покупатель также должен владеть информацией, кто защитит его права и законные интересы. Необходимо активно использовать рекламу для освещения системы ЕТУ-НУШ, КИЗЭ, который является нужным инструментом системы защиты прав потребителей. Существуют номера горячей линии, на которые можно обратиться любому гражданину нашей области. Мы также должны придавать большое значение работе неправительственных организаций в данном направлении. Вот видим, что ежегодно в городе Рудный общественным объединением союз защиты прав потребителей осуществляется государственный социальный заказ в пределах полтора миллиона тенге на защиту прав потребителей. Во многих регионах страны действуют неправительственные организации, которые контролируют исполнение закона о защите прав потребителей. С НПО власти заключают государственный социальный заказ. Такую практику Кумар Аксакалов поручил применить и в Кустанайской области. Из бюджета на эти цели выделят необходимые средства.